всем привет вы на канале марио и вот сегодняшний видосик посвятим тому что установим такую решетку под названием галлон это щелевой диффузор с регулировочкой то есть можно регулировать тягу прикрыть под открыть если когда их несколько чтобы сбалансировать поток ну так как она себе представляет сейчас установим ее в этот стенд сейчас быстренько набросал и покажу как именно смонтировать сюда двигатель потому что частый вопрос как поставить вентилятор поэтому вам нужна такая решетка 155 150 на 125 и все очень скоротенечко пробежимся покажу конструктив полностью также здесь у нас вот есть такие уже полгода назад выпущенные светильники представлены на потолок party bh-53 короче такой цоколек у них в принципе такая комплектация саморезы ки колечко и сам цоколь и вот сюда она будет втягиваться и получается втяжной светильник далее покажем еще есть вопросы по вентиляции когда идут шлевые диффузоры и уже от вентиляционщиков готовые короба идут и в данном случае мы используем слот 40 тоже собрали коробушечку с выходом и также можно поставить туда я вытащу это все дело декоративную чтобы было более видно и и покрасил белом чтобы более на контрасте ну а можно черным да каким хочешь здесь также будет вот с регулировочкой диффузорчик то есть можно также сбалансировать всю систему и она на магнитиках подмагничивается то есть раз и демонтировали такую сеточку затворчик ну и также можно поставить помыть ее например и сюда и и все вот на сеточка тут стоит отрегулировать ее ровненько все вот такая вот красота слот 40 коробушка вот шлевые диффузоры делали уже большие там разные длины и больше двух метров все можно сделать единственная вот эта сеточка она ограничена если ее брать стандартную два с половиной метра лист поэтому потом только стыки то в принципе все укладывается покажу конструктив здесь будет конструктив видите какой опыт 22 сантиметра потому что 90 миллиметров вентилятор и ну не хочу ничего этот будет по максимально такой сборки простецкой через ну со всеми деталями и здесь вот покажу как можно притопить все это дело купив там более короткий вентилятор то есть расстояние можно там до 12 сантиметров сократить от чернового потолка если у вас идет вот такой диффузор поэтому сейчас давайте с него наверно начну получается у нас вот вентилятор также делаем изготавливаем кольцо переходное вот это колечко и в нее вставляется так вот вентилятор в это кольцо вставился можно отсюда камеры посмотреть короче там есть место чтобы воздух распределялся и дальше у нас идет сама фальш труба под решетку это уже 125 труба и вот сама платформа под галла вот она сюда вставляется поэтому сейчас я не будем вставлять будет у нас тестовая тестовая идет сюда надевается на эту площадочку и крепится фиксируется все вот у вас и сюда проводом подключается сам вентилятор и чтобы вам потом все это при демонтировать то есть у вас есть доступ до самого вентилятора то есть вот он можете снять его видно сам вентиляторик вытаскивается на место поставим все то есть можно легко его демонтировать ну вот переходное колечко и идет сюда также кольцо которое будет фиксировать 125 трубу чтобы саморезом уже можно было зафиксироваться поэтому еще собираем на клей все это дело я тут ничего проклеивать не буду никакими скотчами естественно когда эта вентиляция собирается там уже все это облепляется вот так по максимуму чтобы никаких этих не было это фиксируется дадим туда этого ускорителя теперь у нас эта труба уже идет на этот надевается поэтому я сейчас посвободнее саморезиками и прихватим все крепко все держится и теперь сейчас опуск отрегулируем у нас должно быть по 22 сантиметра в принципе вот так и есть все дома ну в принципе и все теперь вентилятор уже вставляется непосредственно в эту трубу все ну так сейчас мы просверлим отверстие и подключим вот так совпадет это с этим вот так и Добавил субтитры. Все, вот получается вентилятор вытяжной, сейчас включим его, и также можно демонтировать его, когда он уже выйдет из строя. Все, в принципе тут ничего такого нет сложного. Заработал, все, все, вентилятор работает, поэтому сейчас еще приступаем к натяжке плотна и все, показываю, как все это дело потом дальше монтируется и вклеивается. Все, уголок поставили. Ну все, потолочек затянут, вот он диффузорчик, вырезаем чуть-чуть с запасиком. Снимаем скотч 3M, вот он приклеен здесь у нас по периметру. И сейчас начинаем прогревать и туда его подклеивать, ну натягивать. Сейчас вот так прихватили контуров. Да, подрастягиваем. Потом у нас идет такое колечко прижимное. Регулировочное кольцо. Магнитик. И следом надеевая за это. В принципе в общих чертах. Ну, светильники втяжные. Слеиваем колечки. Слеиваем колечко. Замесли. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мы начинаем прогревать вот это вот расстояние феном И оно туда сейчас будет затягиваться И потихонечку уже его туда Лампочка чистую новую Вот так вот светится Вот такой вот светильничек у нас Но смотрите, что у меня есть, кто помнит Каких годов не написано, но очень старая Я не знаю, даже полезет она сюда, нет? Не, а у нее тут ушки, наверное, да? Хотя нет, вот Вот у нас дилеры как раз попали на тренировочку Сейчас заряженный поедет клиенту продавать, да? Да, в кольцо Нет, у тебя все есть в кольцо И у тебя, видишь, они по направлению вот так должны быть Видишь, у тебя? Ты так не поставишь, у тебя саморезы в платформе расположены Вот Да, все подхватываю, все четыре Слишком заглинцовано Ну да, ты заглинцевал ее Это потому, что ты сильно нагрел? Да А, это что-то попало у тебя там, понял? Не, не, ну, видать, стружка какая-то с этого Или спустите А, да можно этот Ну так сейчас Я тебе покажу Мусаринце покажу Ну, туда тащите ее, блин Вот эти проблемы не будет Те сильно заметно проглядеть? Или нет? А? Глядеть сильно заметно? Не сильно, но есть А куда этот центр пойдет? Ты никуда здесь будет стоять Не знаю Лампочки могут быть разные В принципе, вот такой вот результат И тут вот Чуть-чуть заглинцевал Мастер заглинцевал чуть-чуть по неопытности Поэтому здесь греется прям аккуратно и на дальнем расстоянии Чтобы пленка эта Ну что, и остался у нас крайний щелевой диффузорчик В принципе, тут на демпере Сейчас быстренько его катаем Или ты хочешь попробовать? Я хочу попробовать Давай, я один торец, а ты другой торец делаешь А он всего один? Да, один всего лишь А почему ты вот этим шпателем используешь? Боректовый, который с пластиковой ручкой? Нет, с пластиковой ручкой есть тоники такой же 0,4 А есть вот 0,6 Вот, есть 0,6 шпателя Вот он толстоватый здесь То есть, если его попробовать Его сразу чувствуется, что он туговато туда залазит А этот прям вот, ну, в идеал туда зашкакивает В любом случае есть 0,4, он пойдет Да, да, да С такой же ручкой 0,4 есть Он, естественно, пойдет Мыльный, но с этим шпателем можно и без мыльного Раствора, понял? Он Потому что он тонкий? Да, он тонкий И он не так рвет где-то пленку получается Все, мы его заправили и вот так вот туда докатали его Видишь, он этот шпателек прям мягень туда заходит Ну и прокатываем его до конца А как вот ты думаешь, ешка сложнее заправляется? Ешка легче, она туда более можно Больше его укатай? Да, укатай, верно Прихвати торец, ну вот, торца прихватит Подожди ты, ну вообще не туда впихаешь Ёпс туда, ты не туда засунул, блин Олег, Олег, блин Крающий прихватил кончиком туда его посадил Поглубже, чтобы он уже когда-то и докатывал Чтобы он уже там сидел до конца То есть тебе в любом случае И здесь подходишь сейчас к углу Сейчас резать нужно Видишь, уже напряжение начинается Не надо туда на дурака его закатывать Потихоньку, с одной, с другой стороны У тебя сейчас складка же будет Ну и складка, вижу Это уже я сделал Значит мы его вытягиваем? Да, чуть-чуть вытащим Ты когда закатываешь, как бы постарайся от угла идти Не к углу накатывать пленку А вот углу Да Все, подрежь сейчас Все, близко никому не надо Все, хорош Этот хорош, да? Да Все, этот твои Все, здесь ништяк сел Не надо было меня приглашать Да к тебе приглашали, ты не ходил Вы же все там У меня работа, у меня работа Я, блин, поехал, блин Да все, и закатываю Вы же все как? У меня беляшек Я поеду, сейчас профиль посверлю, блин Стенку побурю, блин Ты когда закатываешь, ты, ну, соблюдай Ну, во-первых, параллельности, перпендикулярность Вот этого Да Если ты будешь крепсти по краю Естественно, можно легко там краску снять, блин Если вот, у тебя грань, ты пониешь, каблишь, блин Я у него катаю здесь, а он мне все равно остается не закатанным Куда его? Поактивней, поактивней Поактивней, поактивней туда его Вот такая вот классная вытяжка щелевая получилась у нас Сеточку можно вырезать разную Но, опять же, там все будет зависеть от, например, узоров Если вот эта стандартная ячейка, там лист прорубается Могу даже показать там Вот такой вот он И он метр двадцать пять на два с половиной метра И он идет ровный Если делать на лазере, вырезать лазером какие-то тонкие длинные сетки Ее вот так вот ведет волной То есть это неизбежно Потому что магниты только с двух сторон там стоят, держат Остальное все, она по плоскости ровненькая Вот такой диффузорчик, который можно отрегулировать Если у вас какой-то бассейн или еще что-то Где нужно там сбалансировать тягу То это делается с нержавейки Чтобы не корродировало Потому что прошок интерьерный Если прямо на нем капли будет висеть Сталь, она ржавеет Ничего с этим не поделаешь Поэтому только нержавея И причем дорогая нержавейка Которая не будет ржавееть Просто есть нержавейка, которая ржавеет Вот он Куда вставляется По центру По центру И вот Закрывается Вот так вот Ну вот такой коротенький видосик у нас получился Показали установку решетки гала Диффузора магнитного И БАшки 53 Поэтому я думаю Всем будет полезно посмотреть Также у нас прошел мастер-класс небольшой Тут с одним человеком Олегом Который у нас первый в комментариях Что еще могу сказать Подписывайтесь на канал И будьте первыми с Марио Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому